вопрос почему это вопрос закрытый на этот вопрос вы не получите ответ вы уткнетесь еще больше состояния непонимания поэтому друзья бриллианты мои давайте прокачивать навык зачем зачем мне так важно это тоже вот такой акцент зачем мне так важно за болезнь тут не обязательно коронавирус как болезнь до концентрация именно на коронавирусе хотя тут тоже можно потому что это вирус соответственно иммунная система почему-то не сработала а иммунная система не срабатывает только в одном случае если человек испытывает какой-то очень сильный стресс или целую серию стрессов или он не выходит из стрессов и так прокачиваем навык зачем зачем мне так важно эта болезнь то есть это первый вопрос опускаем глаза в подсознание и разрешаем подсознанию поднять ответ подсознание всегда знает все ответы на правильно поставленный вопрос подсознание даст ответ первое как можно подсветить узнать а второе таким предложением у меня болезнь зато то есть вот вторичная выгода зато например я болею зато не хожу на работу я болею зато там не делаю что-то чего не хочу делать это тоже подсвечивает вторичную выгоду и еще как можно подсветить ответить на этот вопрос если если у меня сейчас не было болезни чем я занималась и вот там тоже посмотреть я как-то работала с одной женщиной не очень сильно была боль в руке правой и когда я задала вот этот вопрос чем бы вы сейчас занимались если бы не болезнь руки она говорит я бы играла в теннис с подругой и вот мы видим почему у нее поломана рука я задала вопрос а что страшного в том что вы сейчас будете играть с подругой в теннис она где-то я не хочу с этой у них три подруги ну их трое и она с одной предпочитает играть с другой не предпочитает но если она и сыграет с этой то обижает эту если играется это обижает эту и вот она подсознательно вызвала у себя полом руки чтобы эту не обижать эту не обижать и мы когда с ней проработали а почему и так вообще было важно одной дать предпочтение в тот момент когда другой не надо подавать предпочтение это дать предпочтение и там оказалось что у них там детские какие-то еще детские воспоминания когда одна дружила с другой это обижалась и чтобы то не обижалась это у них там свои игры мы проработали эту ситуацию и И они научились втроем ходить на теннисный корт и втроем играть. Вот так работает наше подсознание.